Расскажите, пожалуйста, как боролись римляне и другие народы с конными лучниками, например, как у Парфян. Полагаю, они доставляли массу проблем вражеским армиям. Вопрос волнует ещё со времён Rome Total War – какие глубокие у тебя исторические источники и студии, прям вообще. Так как боролись? С читами они боролись в первую очередь и созданием собственных стрелковых подразделений, во-вторых, т.е. пассивная и активная защита. Щиты у римлян и так были в полном порядке, пользоваться они ими умели хорошо, ну а чем отражать конных лучников только другими? Конными лучниками, чтобы они могли их или догнать, ну или отогнать хотя бы, ну плюс собственные лучники потому что, ну или любые другие стрелки. У пеших лучников перед конными лучниками есть одно важное преимущество – конный боец имеет минимум 6 квадратных метров на себя, т.е. так, чтобы лошадь могла на месте развернуться и пыскать обратно. Вот 6 квадратных метров понятно, что мы будем идти очень сильно неплотно, а значит, плотность огня будет крайне невысокой. Плюс в конной лаве, когда она скачет и стреляет, более-менее одновременно могут стрелять первые 3 шеренги, ну условные шеренги, конечно, потому что таких шеренг нет, потому что все, кто сзади, да, они пальнуть-то смогут, только они даже примерно не представляют, куда это стрелять, потому что впереди себя ты ничего не увидишь просто из-за пылища, которое поднимут товарищи. Опять же, вы идёте довольно разряженно, т.е. расстояние между условными шеренгами будет довольно большое. Вот поэтому те, кто впереди стрелять, могут, те, кто сзади – ну да, могут, только там эффективность, стремящаяся к нулю, а пехота стоит плотно, поэтому у неё плотность огня может быть гораздо выше, и да, то же самое – первые 3 шеренги могут одновременно стрелять, не больше, но при этом эти 3 шеренги стоят плотно, и им можно элементарно командовать, т.е. куда конкретно вы сейчас будете стрелять, поэтому если конница… А, да, дистанция боя – это и у конного, и у пешего лука примерно одинаковая, поэтому когда конница заезжает в зону эффективного огня собственного, она попадает одновременно в зону эффективного огня пеших лучников, тоже неизбежно, и вот конкретно на единицу площади огонь пеших лучников всегда по определению будет эффективнее, чем у конницы. Конница имеет только одно преимущество – это очень быстрый манёвр, они могут заехать, два раза выстрелить и уехать, не подвергшись массированному обстрелу, при этом послав свои, пускай более редкие стрелы, но в нужном направлении и практически безответно, поэтому да, нужно было собственных конных лучников, чем римляне постоянно и занимались, набирая их в ауксилию, т.е. во вспомогательные конные войска, в данном случае конные. При этом самое главное средство против любых ирегулярных частей, вообще любых ирегулярных частей – это ни щиты, ни доспехи, ни свои конные лучники, а это дисциплина и взаимодействие родов войск, потому что когда идёт – коробка, солдат, которые тем более прикрыты специальным снаряжением, которые не разбегаются, не паникуют, они очень устойчивы к обстрелу, из луков всех не перестреляют. Тут кажется адептам разнообразных компьютерных игрушек, что можно выделить отряд, кликнуть, показать направление, куда стрелять, они прискочат, будут стрелять, там у них это у каждого юнита вражеского банка жизни будет убывать, и так они постепенно всех перестреляют. В жизни это так немножко не работает, потому что банка жизни у человека вообще отсутствует, в принципе, её нет такого понятия, как банка жизни, если у тебя попали стрелой куда-нибудь в плохое место, ты умрёшь, если в хорошее место, ты останешься жив и даже, возможно, сохранишь боеготовность немедленно, т.е. можешь перемещаться и поражать врага. Ну а пока ты перемещаешься и поражаешь врага, ты в строю, всё, собственно, в порядке. И вот когда эта коробка идёт, чётко слушается команд, не разбегается и действует слаженно, это очень-очень сложная мишень для любых лучников, неважно, это конные лучники, пешие лучники, это и легионы доказывали неоднократно, потому что да, конечно, у Марка Краса получилось нехорошо, но вообще-то парфян регулярно били. Конечно, и парфяне тоже часто били римлян, но римляне, в общем, довольно уверенно справлялись с парфянами, никакие конные лучники им сильно не помогали. И эта вся история протянулась вплоть до 16-15, 16-17 века, потому что турки, например, ну ничего не могли сделать уже в 17 веке с людьми, которые практически не были защищены доспехами с пехотой, просто потому что это уже была регулярная армия, которая нормально, дисциплинированно, под единым командованием управляемо перемещалась на поле боя и сражалась. То же самое, например, с куда менее дисциплинированными и управляемыми швейцарцами. Очень сложно было что-нибудь сделать при помощи метательного оружия, даже пушек, просто потому что они после первых выстрелов не разбегались, не начинали там смотреть – а-а-а, что делать, что делать. Есть команда идти туда, все идут, убили 20 человек, но это ничего не значит, что команда отменена, а команда есть идти туда, все будут идти туда, поэтому если командир будет толково, он вас доведёт докуда надо – вы выполните боевую задачу, что, собственно, и требуется, потому что обычно подразумевается, что как сделать так, чтобы никого не убили – такого не бывает, кого-то обязательно замочат. Всех перестрелять, повторюсь, нереально сложно, почти невозможно, тем более при наличии защитного снаряжения. Потери будут – вопрос только в выполнении боевой задачи, всё. Если боевая задача выполнена, то неважно, какие у вас были потери, если они, конечно, не зашкаливают. Если римские легионы, которые в основном состояли из пехоты, довольно успешно воевали с конными лучниками, тогда как та же пехота позднего времени, воевавшая с монгольскими конными лучниками, не могла им противостоять. Во-первых, римский легион не в основном состоял из пехоты, а он состоял только из пехоты, там не было никого, кроме пехоты. Ни одной лошади. Велосипеда, самоката, ничего не было. Во-вторых, та же пехота с монгольскими конными лучниками не воевала, вообще с монгольскими конными лучниками даже затрудняется сказать, какая пехота где воевала, потому что это глубокое средневековье классического периода, когда пехота как самостоятельный рот войск уж, по крайней мере, в Европе-то практически отсутствовала, чисто вспомогательные войска, которые с лучниками не воевали. Это два, три. Надо пузыть. Римский легион, который является, скажем так, в первом издании настоящей регулярной армии, то есть со всеми положенными ништяками в виде муштры, постоянной муштры, дисциплины, субординации, единообразного вооружения, централизованного снабжения, т.е. люди одинаково вооружены, у них одинаково можно поставить строй правильный, который будет именно регулярным, т.е. сможет отражать, например, дождь стрел, которым высыпают какие-то конные лучники, скажем, парфянские. Кроме того, если кого-то там убьют, они гораздо дольше будут выдерживать потери санитарные и безвозвратные, просто потому что у них есть центурион и опцион, которых они боятся гораздо сильнее, чем атакующего противника. Ну вот там годами вколочено, что страшнее какого-нибудь твоего этого опциона вообще зверя нету, потому что ладно, вы сейчас с этими самыми разберётесь, с негодяями, и больше ты их не увидишь, а с опционом придётся жить ещё много лет, и он может сделать тебе много лет невыносимыми. Просто по усталу. Да. А если мы говорим про средневековую пехоту классического периода, да и не только пехоту, а вообще войска, это и регулярные войска, которые не знают, что такое регулярная, постоянная муштра и вообще правильная муштра, нет никакого понятия об устаю, ничего нету, там каждая свободная, необычная личность. Соответственно, если тебе свобода, необычная личность угрожает смерть или ранение, ты можешь всегда, ну, некоторым образом переиграть свои феодальные отношения со своим сеньорам и решить, что вот сейчас конкретно у тебя несколько другие планы, чем помирать непонятно за кого, и таким образом разбежаться, как крысы по району, ищи вас потом. Вопрос. Чем в те годы были вооружены римские конные подразделения, из кого они комплектовались? Спасибо. Вооружены были оружием. Копья, длинные мечи-спаты, как правило, очень любили испанские спаты, они были длинные, хорошие, удобные для конного дела. Дротики метательные, короткие копья, луки формировались, как правило, ауксиларии, т.е. из местного населения в том месте, где происходили военные действия. Были германские конники, испанские, самые лучшие считаются испанские всадники, гальские были, сирийские, в общем, куда приезжаешь, там немедленно набираешь себе конницу и воюешь. Есть вопрос за германскую конницу у римлян. В качестве наёмников, как правило, используют силы умелых воинов. Во времена Римской Республики и империи территория Севера Европы под невырубленными лесами, ах, поги невырубленными лесами была покрыта. Конницы среди лесов не используются, малоэффективно, т.е. культура массового конного боя должна отсутствовать. Вопрос, откуда среди лесов взялось только умелых, окуняженных воинов. Кто тебе сказал, что она вся была покрыта невырубленными лесами? Интересно. Если мы почитаем небезызвестного Гая и Юлия Цезаря, где про германцев, там сразу написано, что они все лошадисты. Ну, кто при деньгах, естественно, вот он на лошади скачет, а с боков два человека, держась за лошадь, бегут, если я правильно помню, что у Цезаря написано. Да, да. Именно так. Ну, опять же, Цезарь-то общался с кем? Он общался с теми германцами, которые не жили в особо залешенных регионах. Это понятно, да, лишь к Дании там всё больше лесов, а тут равнина, это же европейская равнина называется эта местность, тут всё в порядке с местами, где можно лошадей разводить. Более того, в силу хорошего климата тут лошадь от природы водится, ей тут хорошо лошади. Так что… Не как в Новгородской области. Нет. В Россию и на Русь лошадей приходилось завозить, они тут в дикой природе не существуют, лошади, им тут плохо. Интересное, кстати, слово «залешивание», от которого происходит слово «леший». Так точно. Мне, как профану, всегда казалось, что наиболее простым способом выведения всадника из строя является убийство его лошади. В лошадь легче попасть, стреляя из лука или метая дротики, так как она больше, чем всадник. Потеряв же коня, всадник, если и остался цел при падении на землю, не представляет такой опасности. Однако, слушая ваши лекции, я стал понимать, что не всё так просто. Но ты лошадь когда-нибудь живую видел? Вот представь себе, что она не сама по себе, а на ней сидит злонамеренный человек, который едет лично тебя шлёпнуть при помощи холодного оружия или той самой лошади, и он такой, не один, их так по фронту человек 50 на лошадях скачет, ты будешь в последнюю очередь думать о том, как ловчее убить лошадь. Ты будешь в первую очередь думать, куда девать говно из сапога – это будет первая твоя мысль, потом будет вторая мысль, как сделать так, чтобы это говно в сапоге не помешало тебе убежать, потому что они уже близко и счастья просто затопчут, потому что лошадь, даже одна лошадь, скачивающая на тебя на полном галопе, она доставляет массу негативных эмоций и очень сильных негативных эмоций. Повторюсь, если, опять же, их много, и на них специально обученные люди, которые все едут на тебя, это, прямо скажем, очень не для слабонервных, потому что лошадь – это не только боевое средство, поражающее массой, кинетической энергией, манёвром и прочее, это в первую очередь мощнейшее психологическое воздействие. Не помню, кто из наполеоновских кавалеристов, то ли Лассаль, то ли Мюрат говорил, что перед конницей атакует её слава, вот это совершенно точно. Продолжение следует...